Мы часто слышим истории, в которых отец оставляет своих жену и детей, чтобы начать новую жизнь. Но бывают ситуации, когда мужчина готов буквально на всё, чтобы продолжать видеть своего ребёнка. Кристофер Эммануэль – 25-летний афроамериканец из города Айкин в Южной Каролине. Мужчина трудится водителем погрузчика. На своей работе он познакомился с симпатичной девушкой, с которой они подружились, а потом начали встречаться. Спустя всего три месяца после встречи подруга американца забеременела. Пара была вместе непродолжительное время, но это не помешало Кристоферу почувствовать неподдельную радость от этой новости. Мужчина говорит, что это был его первый ребёнок, он был готов на всё, чтобы сделать его счастливым. Кристофер признаётся, что обсуждал с матерью малыша возможную свадьбу. Однако родители девушки были против такого союза. Они не приняли Кристофера и его семью. Это было большим ударом для парня, который почувствовал, что родители девушки были настроены против него из-за цвета кожи. Мужчина признаётся, что это было настоящим ударом под дых. При этом будущая мама уверяла Кристофера, что они всё равно будут растить малыша вместе. Предубеждение родителей никак не повлияет на её отношение к бойфренду. После этого случая девушка стала общаться со своим парнем иначе. Будущая мама начала избегать личных встреч, просила Кристофера не сопровождать её на обследованиях. Мужчина начал понимать, что происходит что-то странное. Он чувствовал, что если ему не разрешают посещать врача вместе с беременной подругой, то вряд ли дадут присутствовать на родах или растить ребёнка. Кристофер начал изучать вопрос, как защитить свои права. Он выяснил, что в Южной Каролине существует реестр ответственных отцов, который высылает неженатым мужчинам уведомления о том, отдаётся ли их ребёнок на усыновление. Однако сначала Кристофер не посчитал нужным зарегистрироваться, ведь он и представить не мог, что сделает его девушка, которую он в будущем будет называть не иначе как донор яйцеклетки. Однако когда отношения с мамой его ребёнка совсем ухудшились, он всё же записался в этот реестр. Через какое-то время на свет появилась малышка Скайлар. Кристоферу не давали принимать участие в её жизни. А через некоторое время мужчине пришли документы, содержание которых его просто шокировало. В бумагах была информация о том, что родившаяся неделю назад девочка была отдана на удочерение, мало того, её уже приняли в семью в другом штате. Мужчина был просто в шоке, ведь он не собирался отказываться от малышки. Он действительно ждал появления ребёнка, хотел воспитывать его. Он написал сообщение донору яйцеклетки, которая призналась мужчине всадеянном. Кристофер был просто в ужасе от того, что произошло, но бывшая подруга лишь ответила, «Я уже не могу исправить то, что сделала». Кристофер был не намерен сдаваться, он начал бороться за дочку. Мужчина нанял адвокатов, чтобы они отстаивали его права в суде. Кристофер говорил, что его дочь просто украли. Приёмные родители узнали о том, что малышку отдали на удочерение против воли отца, но просили у мужчины отпустить Скайлар. Они прекрасно заботились о девочке, готовились отдать её в лучшую школу. Но Кристофер был непреклонен, он хотел сам воспитывать свою дочь. Он сказал, что никто не может любить ребёнка больше, чем родной отец. Мать, отдавшая ребёнка на удочерение, написала письмо в суд, в котором попыталась объяснить свой поступок. Она заявила, что не думала, что Кристофер сможет обеспечить малыша. У приёмной семьи большой красивый дом, постоянный доход. Мать посчитала, что там малышке будет намного лучше, чем с родным отцом. Вот только она не поинтересовалась мнением самого Кристофера. Дело об аннулировании удочерения продолжалось целых три месяца. Кристофер и его адвокаты делали всё возможное, чтобы отец мог сам воспитывать своего ребёнка. И в итоге суд передал опеку на дочерью Кристоферу. Отец был безумно рад этой новости. «Всё, что я мог сделать, это упасть на колени, плакать и благодарить Бога за то, что он привёл мою дочь домой». Дело получило широкую огласку. Как заявила адвокат Кристофера, это внимание общественности поможет восстановить равные права отцов на усыновление. Дженнифер Мук сказала, что биологические родители должны быть первым выбором для воспитания детей, если они подходят и хотят этого. Самое поразительное, что если бы Кристофер не зарегистрировался в реестре ответственных отцов, он никогда бы не узнал, где его дочь. Через две недели после постановления суда приёмные родители нехотя вернули малышку отцу. Кристофер впервые увидел дочку. Он говорит, что это был неповторимый момент, ведь Скайлар наконец-то оказалась там, где должна была быть. Отцы бывают очень разными. Скайлар очень повезло с папой, который был готов драться за право растить своего ребёнка. С таким заботливым, смелым и ответственным родителем девочка точно будет чувствовать себя защищённой и любимой. У меня всё друзья. Делитесь этой удивительной историей с друзьями и близкими. Пишите комментарии и ставьте лайки. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!